Пришло время рассказать вам следующую порцию новостей про тот домик в Мариен Каунти, который мы купили, чтобы его отремонтировать и перепродать. Только уточню, он настолько в плохом состоянии, что ремонтировать там в общем-то нечего, поэтому мы будем просто сносить и строить новый. Как здесь все, полы гнилые, вот одна спальня, но хоть видны стены теперь, тогда же даже стен не было видно, естественно, все с трещинами. Так, пошли дальше смотреть. Тут тоже мусор. А, вот еще одна спальня. Мы на самом деле, по-моему, даже не знали, сколько тут комнат, когда было столько вещей. Люстра. Ага. Ванная. Типа ванная. Ай, вот это вот душ, который не работает, потому что воды здесь нету. Не знаю вообще, как она тут что смывала. Так, что у нас тут дальше есть? А, дожди, а где вообще свет включается? Не ясно. Ладно, я вообще-то нажимать не хочу. Какие-то заклеенные потолки. Бонусная комната, типа тут даже ковер. А, и вот наша знаменитая дырка, откуда выпали еноты. Кухню пошли проверим. Так, а на кухне был свет. Опа. Я тут стоял холодильник. Сейчас задача по максимуму все вывести отсюда, и потом уже начнем сносить сам дом. Пол, как вы видите, практически несуществующий. Раковиной тоже, по-моему, не пользовались уже лет 300. А это что? Еще какие-то комнаты. Сразу как-то места стало так много, оказывается, дом и не маленький. Это, наверное, прачечная была. Ой, ну, еще запах тут, конечно, я не буду вам передавать, но я думаю, представить вы все можете, что тут происходит. Вообще, такие дома сейчас на этом рынке очень сложно найти, потому что спрос просто колоссальный. И найти что-то такое, чтобы ты мог купить задешево, отремонтировать, и потом задорого продать, очень трудно. Но моя партнер, так же, как и я, мы риэлторы, поэтому мы иногда знаем какие-то потайные местечки, где можно найти такие хорошие сделки. Кстати, да, риэлтор в Берри уже 15 лет. Обращайтесь, если вы хотите купить как инвестицию или просто для себя, ну или если что-то продать, буду рада помочь. Пройдет еще достаточное количество времени, прежде чем мы этот дом сможем снести. Нужно очень много подготовки, очень много документов, чтобы нам разрешили это сделать. Что мы уже сделали? Мы уже сделали survey, это когда приходит человек и меряет участок вплоть до сантиметра всех границ этого участка. Мы уже сделали geotechnical report, это еще отчет по почвам, по земле и всякими, не знаю, там если холмики какие-то, что есть. Плюс у нас еще есть архитектор, который делает чертежи, и потом эти чертежи нужно будет предоставить в город, и город уже даст нам разрешение на снос этого дома. Я думаю, еще несколько месяцев как минимум займет, а может и больше, пока это все будет готово. В связи с пандемией еще, знаете, закрылись очень много вот этих городских манипуляторов, офисов всех, и теперь там очередь большая, прежде чем можно получить какое-то разрешение на вообще какие-либо работы. Если вы еще следили за моими предыдущими stories, видео про этот домик, вы знаете, что там за ним есть участок, который принадлежит соседнему дому. Так вот, очень непонятно получается, да, то есть это вроде как у нас за домом прямо, да, а для соседнего дома получается по диагонали. То есть им тот участок вообще никак не нужен, наверное. Так вот, мы еще идем, ведем переговоры, чтобы тот кусочек забрать себе, и тогда у нас просто будет огромный большой двор, что повысит стоимость этого дома. По поводу деревьев, которых там очень много. Вообще, конечно, их жалко, так это красное дерево, оно редкое, и тем деревьям очень-очень много лет. Но некоторые деревья прямо под дом туда растут, что, в общем-то, не даст нам тогда построить. Плюс они еще стоят прямо посредине участка, придется сносить несколько деревьев, убирать. Но мы постараемся по минимуму их убрать. И, кстати, что еще интересно, эти деревья, это дорогое дерево, их можно переиспользовать, может потом какую-то мебель сделать, или там какой-нибудь особенный стол, который можно поставить в этот же дом. Меня еще спрашивали, как находить такие проекты, если ты не риэлтор. Ну, наверное, завести себе друга риэлтора, или, может быть, какого-то инвестора уже, который опытный в этом деле. Самому, конечно, с нуля находить такие проекты, не знаю, будет очень сложно. То есть вам же нужно много чего оценить. Вам нужно оценить состояние дома, во-первых, вам нужно оценить цену, что самое главное. Вам нужно оценить, почем вы можете позволить себе купить этот дом или квартиру сейчас, и почем вы ее сможете продать после того, как вы это ремонтируете, чтобы получить какой-то доход. Самому с нуля это сделать практически невозможно, да у вас и доступа к такой информации, к цифрам, наверное, не будет. Поэтому лучше всего подружиться с каким-то риэлтором, который вам поможет в этом деле, или, может, уже с какими-то опытными контракторами или инвесторами, девелоперами, которые помогут вам это сделать. Есть ли смысл брать кредиты на такие проекты? Слушайте, ну, естественно. Ну, если у вас есть миллион долларов наличкой, то тогда нет, не берите зачем, потому что по кредиту там надо платить. Ну, это редко, когда бывает, поэтому в основном, мне кажется, очень часто берутся кредиты, но специальный есть кредит, который берутся там не на 30 лет, а на короткий срок, но под высокие проценты. Поэтому это тоже надо учитывать. Если у тебя ремонт дома, вот как у нас, да, то есть мы на этом доме будем сидеть как минимум год, прежде чем его продать. И весь этот год мы будем платить ипотеку, да, тем инвесторам, которые нам дали деньги. Мне в том числе. Они будут мне платить, я-то инвестор. Вот, ну, они мне в самом конце уже будут платить, когда построить дом. Ну, это все надо учитывать, да. У моих партнерок есть еще очень классная команда подрядчиков, с которыми они часто работают, они им доверяют, они знают, что они будут делать. Это тоже очень важно. Сколько историй ужасов я вообще слышала, когда люди нанимают подрядчиков, те подрядчики или не делают работу, или берут деньги и не делают работу, что еще хуже, или берут деньги и делают работу не так, а потом не отдадут тебе твои деньги обратно. То есть очень много таких историй. Поэтому подрядчиков нужно находить тех, которым ты 100% доверяешь. Плюс еще, я вам рассказывала, что Таня у нас занимается именно вот всеми вот этими пермитами, какими-то, да, разрешениями. У нее связи с архитекторами есть. Ну, и она, собственно, этот дом нашла. А Вика у нас будет заниматься именно тем, контролем вот этих подрядчиков, менеджментом. То есть это когда ты на участке, когда работы начинаются уже, ты находишься там каждый день с утра до вечера, смотришь, что они делают. Если им что-то надо, ты едешь в магазин, покупаешь, а им постоянно все что-то надо. И потом смотришь, чтобы они там не сидели, не курили на бордюрчике, а делали свою работу. Плюс делали свою работу еще и правильно. В общем, следующие несколько месяцев мы, скорее всего, просто будем ждать. Не совсем, что будет вам снимать, потому что мы занимаемся сейчас вот этими чертежами и получением разрешения от города на снос дома. Но когда мы этот дом будем сносить, и я там буду стоять в первых рядах, и буду все вам показывать. Ну, снаружи, не изнутри дома, конечно же. Поэтому следите, ставьте, подписывайтесь и ставьте там этот колокольчик, чтобы не пропустить, когда все-таки это время придет. Потому что я вам обещаю, будет очень интересно. И пыльно, наверное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...